приветствую сегодня мы пройдем эксперимент устроим воздушный подрыв гранаты f1 так называемый воздушный она будет располагаться на высоте сейчас располагается чуть выше пояса мы имитируем воздушный подрыв этим достигается более эффективное насыщение комнаты осколками кпд выше у нее осколки полетят параллельно земле и вниз это имитируется установка растяжки на уровне пояса помещение в шкафах на стенах мы нарисовали мишени имитирующие площадь людей самая дальняя здесь 5 метров от гранаты и посмотрим насколько эффективнее установка растяжки на уровне пояса готов мотор а челка не то пошли назад снимай не выключай уперлась у нас что произошло при отщелкивании рычаг уперся на крупном плане установка чуть-чуть рукой отходи просто мы что сделаем правильно и вот сейчас я должен в эту плюку забегает стрелять с автоматом никого не видя и понятно куда стрелять чем за цирк блин давай отойдем от родила понять немного дым выветрился вот результат установлена как пошли осколки вблизи крупные осколки есть поражение внизу уже даже под гранатой до стенки ну мало пошло правая сторона стены от гранаты расстояние метр насыщение осколками чем больше кратер тем больше осколок был вот при воздушном подрыве мы видим в зоне голова туловище до колен от головы до колен наибольшее количество осколков противоположная стена дистанция гранаты два с половиной метра два с половиной метра уже осколков крупных меньше маленьких тоже мало проекция человека можно поразить на такой дистанции вот наш нарисованный человечек поразили голова у рынок и маленькие осколки уже здесь еще один человечек нарисован тут прям много осколков налетела боковая проекция у нас имитирует что гранате распорничивать богом один крупный осколок попал вообще маленькие маленькие дистанция 5 метров от гранаты 5 метров мы видим голова целая корпус целый и в районе таза один на стыке крупный осколок но относительно крупного получается его хватило штукатурку даже на сантиметр не вошел возможно вот еще что-то маленькая вот осколок вот вот и и все пять метров закрытом помещении гарантия что поразит 100 процентов нету от f1 в идеальных условиях она воздушно установлена была на уровне пояса воздушный подрыв а стена которая была параллельно параллельно чистое осколки пошли может быть параллельно и ушли в окно здесь если была небольшая ниша какая-то находясь в ней тебе осколками нет угрозы поразить тяжело фугасного действия граната 60 грамм маленькая она хорошо долбанула поблизи но 5-6 метров уже 60 грамм нету такого урона противника вывод делайте сами насколько эффективно граната f1 помещение квадратура 12 квадратных метров два с половиной четыре метра и вот там пять метров получается вторая часть кинем в середину комнаты на пол гранату сзади по стенке на 7 стенки сейчас чистые штукатурка мы на ней увидим как будут разлетаться осколки если граната взрывается на полу кольцо высунул все готово к использованию и сейчас я ее что сделаю вот примерно в центр ну теперь будем ждать пока проветрится помещение севка в тв и так она взорвалась центре помещения смотрим медленно снизу вот у нас нанесено тут много грунта в центре и видим где она упала граната осколки смотрим по стене получается до каждой стены метр 25 метр 25 до угла 3 метра давай вот от угла смотрим 3 метра стена осколки есть на уровне груди внизу вот два три четыре прям строчка получилась красивая осколков по этой стене три с половиной метра да есть развитие и на удивление вот тоже граната не одинаково называется внизу есть осколки внизу прилетел на три с половиной метра с полом мы видим много маленьких осколков параллельной земле проведи круг не возьми это напротив самой гранаты метр двадцать в эту сторону три с половиной метра то есть граната в центре это вот но увидите раз два три четыре пять если тот угол у нас нормально насыпало хорошо в ту сторону пошли здесь до зоны где она в разы меньше осколка стена напротив внизу есть один окно нету и здесь на дистанции ну два метра есть осколки раз два три четыре пять высоко ушли 6 внизу нету три спа три с половиной надо третит три с половиной тут прям нормально насыпал осколками снизу до груди один вверх и здесь у нас есть осколки внизу прям хорошо дистанция уже два метра а противоположная стена так себе вот и получается граната вот сюда накрыла зона хорошо вот ее разрыва и здесь вот так большая вероятность что она упала вот в таком формате вот так вот так и площадь поэтому разошла выше там где смотрела меньше площадь гранаты соответственно и граната меньше поразило потолок на местом подрыва смотрим и нормально прилетел пол угла нет вот здесь уже два осколка здесь мелкие 7 делайте выводы насколько граната f1 смертоносном помещении подписывайтесь на наш канал в телеграме и вконтакте удачи